Здравствуйте, зрители Прима-Медиа-Лайф. Сегодня у нас в гостях Виктория Викторовна Николаева, депутат Законодательного собрания Приморского края. В законодательном органе она представляет такие территории, как город Партизанск, Партизанский район и город Фокино. Также Виктория Викторовна является руководителем местного отделения партии «Единая Россия» в городе Партизанский. В принципе, наш диалог пойдет о политике, о партии и о депутатской деятельности, наверное. Здравствуйте, Виктория Викторовна. Добрый день. Как ваше настроение? Отличное. Вы меня пригласили, поэтому у меня отличное настроение. Возможность поделиться с нашими зрителями и возможность вам задать какие-то вопросы. Давайте начнем. Виктория Викторовна, вы как депутат, представляющий довольно-таки такую большую территорию, постоянно, наверное, получаете и наказы от избирателей, какие-то вопросы. И зачастую получается так, в принципе, мне кажется, не только вот в вашем округе, но это повсеместно, что депутат именно оригинального уровня получает больше вопросов, чем депутаты муниципального уровня. Почему так происходит, на ваш взгляд? Ну вот, конечно, интересный такой вопрос. Могу сказать, дорогие телезрители, что... Или радиослушатели, я не знаю, как это... А онлайн-слушатели. Слушайте, то, что очень интересное общение здесь, все, что задается, оно задается спонтанно. Все эти вопросы спонтанно, я могу вас точно заверить. Вот. Что касается депутата законодательного собрания и депутатов местных уровней. Конечно, здесь, вот я считаю, есть достаточно такие недоработки, что часто меняется законодательство, и вот в последнее время оно тоже изменилось, скажем, два года тому назад, и мы все перешли на самоуправление. И так как я, например, 8 лет депутат законодательного собрания от территорий, партизанска, и где-то 6 лет я от партизанского района, то думы меняются, а депутат законодательного собрания, он остается. И территории меня очень хорошо знают, и много программ на территориях есть, и, конечно, они обращаются со всеми вопросами. Хотя, конечно, это очень важно, понимать, что есть разделение властей, и понимать эту схему, то есть за какие вопросы отвечает депутат законодательного собрания. Сегодня это все смешано, и выборный депутат, он отвечает за все, по большому счету. То, что не построен мосточек какой-то через какой-то ручеек, то, что там какие-то проблемы в детском саду, или праздники, или иные какие-то вещи. Везде депутат принимает участие, и везде депутат, ну, если он хороший депутат, не знаю. Мне кажется, я стараюсь в этом всем принимать участие. Так мы приучили наших избирателей. И, конечно, очень бы хотелось, чтобы заработали местные депутаты, потому что это очень важно, когда местные думы отрабатывают свои там и наказы, и поручения, и потом выходят к нам с какими-то тревогами, со своими предложениями. Вот могу сказать, что таких обращений, таких поручений нам, а тем более каких-то законопроектов в Думу поступает достаточно немного. А тем более тех, которых мы удовлетворяем, то есть принимаем. Либо они недостаточно грамотно оформлены, либо они вообще не в нашей компетенции. Но те Думы, которые стараются и это делают, мы этому очень рады. Потому что каждый должен делать свое дело. Инициатива с мест, это очень важно. Нельзя, чтобы сегодня при самоуправлении города и районы варились в собственном соку. Вот особенно, ну вот, как бы такие малые, малочисленные районы так и происходят. Вот. Все зависит от того, какой глава и насколько Дума работает, местная с главой. Вот. Это, ну вот это данность такая. Вот недавно совсем буквально вот на прошлой неделе, или уже, нет, на этой все-таки уже окончательно обезглавленной оказалась, территория такая, как Партизанск. Так. На ваш взгляд, в принципе, можете объяснить, что там сейчас за ситуация и какой выход с этого положения есть? Ну, ситуация непростая, потому что город сам по себе непростой. Все это началось с того момента, когда закрылись шахты, когда и мужчины лишились работы, когда закрылась швейная фабрика для женщин, и женщины остались без работы. И вот 8 лет мы пытаемся в Партизанский сделать так, чтобы все-таки развить бизнес, найти какую-то работу в этой области. Это одно из направлений. Ну и очень важно понимать, что это город пенсионеров. 40 тысяч всего жителей, из них 18 пенсионеров, тысяч, 10 тысяч детей, вот. И остается 12 тысяч, из них где-то тысяча безработных стоит вот на службе занятости. Где-то, ну, 4 тысячи работают в партизанские, это бюджетные сферы, сферы обслуживания. И около 6 тысяч это те, кто работают в находке, и вахтовым методом в основном мужчины работают везде. И рыбаки, и горняки, и золотодобычки даже у нас есть. То есть это очень плохо, потому что мужчины уезжают, остаются женщины. И вы знаете, наши мужчины долго не могут уезжать, они, бывает, что и не возвращаются. И это, конечно, нас всех не радует. Вот, поэтому город очень непростой. Город раньше очень жил хорошо. Вы все знаете, что туда практически ездил весь Приморский край, потому что было очень хорошее снабжение и продуктовое, и вещевое. Вот, и, конечно, люди привыкли к хорошему. Но сегодня государство их тоже не обидело. У них сегодня те, кто имеет заболевание, они получают от федерального центра регрессы, так называемые. То есть это достаточно вменяемые цифры. В среднем где-то 30 тысяч доплаты к пенсии. Ежемесячно? Ежемесячно, да. Ну, это не все. Там есть градация, но в среднем это хорошие деньги. Вот поэтому, но работы как таковой, как для того, чтобы город развивался, нужно, стереотип такой сложился, да, что нужно какое-то градообразующее предприятие. Вот на сегодняшний день есть ГРЭС, есть железная дорога, где в основном, ну, тоже мужчины там работают. Но такого предприятия нового пока вот в проекте нет. В связи с тем, что, конечно, это партизанск наш стратегический запас угля. И в связи с тем, что, конечно, это дорого, разработка шахт. Вот я думаю, что перспективы в этом направлении есть, но эти перспективы связаны с, если зайдут к нам наши соседи и вложат свои инвестиции в то, чтобы сделать разработки новых шахт. Но пока это все только диалоги, конкретики нет. Вот, и, конечно, на этом фоне то, что город мало зарабатывает, он всего собирает налогов 250 миллионов. Естественно, это не позволяет нам сделать так, чтобы все дороги были там заасфальтированы, и порядок наведен. Ну, это субъективные вещи, да. Есть объективные вещи управления городом. Я считаю, что с управлением города, конечно, не очень повезло, вот, потому что можно сказать, что многие районы находятся в каком-то сложном положении, да, в менее или в более сложном положении, вот. Но управление городом все-таки должно быть настроено на то, чтобы на развитие города. Вот, ну, вот этого не произошло. То есть люди говорят о том, что партизанск замусорен, партизанск разбит, ну, я имею в виду дороги. Вот, конечно, это правда. Вот, и нет такого диалога о власти с народом. Поэтому на этом фоне есть другой диалог. Есть критика, есть, как я говорю, ну, обливание грязью, да, такие методы, которые критиковать всегда легко. А вот предложить и сделать, но тем не менее, вот, население почему-то на это ведется очень сильно, да, и негатив, и плохое воспринимается лучше, чем вот хорошее. Вот, ну, я думаю, что сейчас меняется немножко все к лучшему. Не совсем, конечно, но я думаю, я очень надеюсь, и буду все для этого делать, чтобы в партизанске все поменялось к лучшему. Потому что я вот месяц, когда зашла на Единую Россию, вы можете понимать, что отношение к партии в партизанске очень негативное. Иначе бы не победили другие силы. Да, очень негативное, но, и, наверное, вряд ли бы кто в такой момент зашел. Но я считаю своим долгом, я 8 лет депутат на округе, я считаю своим долгом помочь партизанску постараться разъяснить ситуацию. Потому что конфликт и конфронтация, она не приведет к тому, что в партизанск будут даваться какие-то деньги и инвестиции. Пока не будет тишины, все это прекрасно знают, всегда денег не будет ни от исполнительной власти краевой, ни от бизнесменов, которые бы хотели зайти, очень обидно, что на этом фоне выигрывают те люди, которые сами для города ничего не сделали никогда. И сегодня так произошло, что такая сформировалась Дума. Ну да, Дума довольно-таки сложная. То есть, я думаю, для того, чтобы более у людей опыта такого большого нет, когда люди стоят в оппозиции всегда, то есть, естественно, у власти их нет и опыта, соответственно, нет. Но тем не менее, учитывая, что Единая Россия взяла свои позиции, ей нужно сейчас как-то реабилитироваться в глазах общественности. Вот вы как руководитель, как секретарь местного отделения, каким образом, какие задачи для себя ставите, какие приоритеты, как будете выходить из этой сложной ситуации? Ну, мы все понимаем, что в любой партии партию как бы облагораживают люди. То есть, какие люди, такая партия. Поэтому сегодня партизан сказал, нам такая Единая Россия вот с этими людьми, которые там были, не нужна. И это нужно признать. И поэтому необходимо распускать исполком. Нужно делать аудит в первичках. Нужно смотреть, что это за люди, зачем они пришли туда, вот для чего, что они хотят. И пусть останется 100 человек. Но это те люди, которые будут, которые хотят работать там в команде, чего-то предлагать, как-то влиять, что-то менять. Понимаете? То есть, довели действительно до абсурда. Действительно, там несколько было смен. И вы можете представить, в выборную кампанию секретарь покидает свой пост, бросает это все, и я захожу практически в выборную кампанию. Конечно, это все очень сложно. Кандидаты были выбраны достаточно сложные, антирейтинговые, чтобы их продвигать. У главы города померили рейтинг 7%. Ну как можно? Вы понимаете, с 7% положительного рейтинга населения, ну как можно управлять городом? Поэтому, конечно, я думаю, Александр Викторович сделал правильное решение, принял. Ну, тупиковая такая ситуация. Может быть, он и хотел, может быть, и старался, но не всегда наши возможности или желания совпадают с нашими конкретными делами. Понимаете? И вообще глава любого города – это очень непростая, сложная фигура. А тем более такого города, который депрессионный, который достаточно разобщен, который не хочет вообще выходить никуда теперь и слышать никого. Ситуация партизански сложная. Но я думаю, что диалог есть, я и сейчас езжу везде. Вот они, как говорят, даже на выборах. А где голосовать за Николаеву? А Николаева-то там не было, понимаете? Вот, и в этих списках. Вот, я думаю, что нужно просто разговаривать с людьми. У меня есть совершенно другая картина в партизанском районе. Вот два моих, скажем, муниципальных образования, но это совершенно два разных образования. Вы имеете в виду то, что есть для, ну, как отношения к месту? Отношения между людьми. Вы понимаете, вот даже партизанцы, которые, или партизаны, которые живут в партизанском районе, они приезжают в партизанск, и они в шоке. Они говорят, боже мой, что сделали с людьми? Это очень сложно, когда всегда негатив, он накапливается в тебе, ты тоже становишься негативным, злым. Это цепочка, которую очень сложно приостановить. А если никто не объясняет, почему так происходит, а наоборот, еще больше льют на мельницу грязи, разбираются каждая вот ситуация. Конечно, немножко есть такая ситуация партизанской безысходности. Хотя партизанские замечательные люди, вот просто замечательные, и отзывчивые, и хорошие. Но вот в этот раз они так устали, они просто не пришли на выборы. То же самое, наверное, что произошло в Владивостоке. 15%, у нас 17%. Люди просто устали от того, что они видят вокруг, и то, что это идет вразрез с их внутренним состоянием. Они понимают, что они вот как-то машут рукой, говорят, да все равно ничего не изменится, а зачем мы туда пойдем? И вот здесь в партизанске произошло, то, что все просто говорили, да-да-да, мы готовы, но в конечном итоге они просто не пришли. А вот 18 тысяч населения, бабушки и дедушки, я не хочу сказать, что они вот прям все за коммунистов, но они все равно, большая часть они протестные. Они помнят, как они жили раньше, и они хотят туда. Здесь ничего не поделаешь с этим. Вот. Ну, так случилось. Я думаю, что просто недорабатываем власть, исполнительная власть недорабатывает, и представительная власть недорабатывает, депутаты плохо работали. И вот сегодня есть возможность, избрали аж из 21 депутата 12 коммунистов, есть возможность им поработать на благо народа. Как считаете, если головой вдруг станет опять представитель ЕГИ на России, как с коммунистами договорятся вообще в принципе? Вы знаете, мы все люди. И на самом деле, ну, скажем, мне кажется, что можно договориться, ну, вот со всеми. Другой вопрос, насколько на это времени потратить, и сколько нужно информации для этого. Потому что вы поймите, что вот на сегодняшний день, не обижая никого, люди пришли абсолютно неподготовленные. Они настолько далеки от вообще устройства, от структуры, от того, как работает Дума, для чего это все, что с ними можно будет разговаривать, ну, скажем, через год, через два, вот, чтобы они вообще, ну, поняли, что происходит. Да. И вот сейчас самое главное, чтобы они не тормозили процесс, чтобы они приняли бюджет, чтобы они не митинговали, а они сделали так, чтобы все-таки дали возможность их обучить, им что-то рассказать, их, ну, как бы, погрузить в то, что важно для города. Вот. Не только в какие-то передряги, да, а в то, как работать. Так уже поздно митинговать. Уже же в Думе. Я очень надеюсь, что они не будут митинговать в Думе, понимаете? Вот, потому что, ну, это же сложно остановить и заставить работать. Я очень надеюсь, что они поймут, что сейчас вся ответственность легла на них, сегодня им нужно образовывать общественные приемные, к ним пойдут за помощью. А помощь — это элементарные какие-то вещи, понимаете? Это заборы, это дрова, это крыши, то есть это все те вещи, которые по большой части, большинство из депутатов, и я как депутат, я понимаю, что на это денег в бюджете просто нет. И это ты делаешь и помогаешь сам. Да, ты не афишируешь это, да, ты, ну, как бы, но это считаешь, что это часть твоей работы, это твои избиратели. Поэтому я очень надеюсь, что они как раз будут заниматься этим и вплотную будут заниматься. Вот. Очень много возникает вопросов, которых необходимо и возможно решать. Вот буквально три дня назад делал объезд заместитель начальника железной дороги РЖД, да, и как раз он был в Партизанске, и я случайно тоже там была, и посчитал возможным с ним встретиться. И буквально за пять минут мы решили такой вопрос, я его попросила, чтобы у нас почистили реку Каменка, которая уже подходит к домам. А что значит почистить? Ее надо углубить. И на фоне вот этих всех событий, которые у нас на Дальнем Востоке происходят, у нас тоже дожди были, но, слава богу, у нас не затопило, но если следующий год, то у нас затопит. И просто потому, что два человека поговорили, поняли друг друга, что нужно помогать партизанску, вот уже сегодня Каменку чистят. Понимаете? То есть вот надо держать руку на пульсе, это первое. Второе, нужно интересоваться, чем живет город, и хотеть не просто идти в политику, работать с людьми. И тогда тебя увидят, что ты работаешь, что ты это делаешь. А этому тоже нужно учить, потому что не каждый подойдет к начальнику железной дороги. Или там, понимаете? Ну, естественно, если новички, еще не совсем они могут иметь представление, с кем может действительно договориться, о чем. Да, конечно. И, конечно, им будет очень сложно. Понятно, что нужно учиться бюджету, что это такое вообще, как он складывается, как деньги зарабатываются. И по большому счету надо работать над доходами. Расходы все расписаны и понятны. Один раз в год сели, расписали, тем более в таком маленьком городке. А вот доходы – это очень интересное дело. Потому что здесь доходы у нас в основном от мелкого и среднего бизнеса. А с мелким и средним бизнесом у нас происходят горки. То мы даем какие-то льготы, то забираем эти льготы. Понятно, то выходят мелкие бизнесы, средние у нас как бы с налогами, то он уходит опять в тень и в конвертах все это выдается. То есть вот здесь надо работать и главе в том числе. И очень много других вопросов. Я считала, что это неправильно, когда в 5 часов администрация закрывается, как говорится, на лопату, и мы не найдем никого вообще днем с огнем. В партизанских это было так всегда. То есть по графику исключительно. Да, работают по графику. Неурочно. Да. То есть меня это удивляла, такая постановка вопроса. И так в городе все не очень как бы замечательно. Ну и такой график работы удивляет. Да, можно сказать, нет денег. Но можно и поработать над тем, чтобы привлечь инвесторов любых, разных. И на тем более, что в каждом городе... Ну а что в этом плане может сделать вот Фокина в партизанской, например? Вы сравнили совершенно два разных города. Ну да, от разных города. Их можно сравнить только с точки зрения, что в Фокина было проблемное, скажем так, год назад. Только год назад установилась власть понятная, зашел глава, абсолютно нацеленный на изменения в лучшую сторону Фокина. До этого тоже было... Ну так случилось, что были коммунисты, бунты, да, и недопонимания, разные формы управления. Вот. И к чему это все привело? К тому, что Фокина не финансировалась из края. Они не могли участвовать в программах. Они просто жили, и люди сами, не понимая, довели эту ситуацию до абсурда, до того, что это случилось. А мы должны понимать, что мы все равно живем в системе, даже демократическое, вот даже такая вот, как сегодня у нас возможность такая, что и выиграли у нас коммунисты, но мы живем в системе. И если ты не понимаешь эту систему, если ты не встроен в эту систему, то у нас очень много районов и городов, которые хотели бы видеть дополнительное финансирование, потому что они выполняют все требования, потому что они быстро делают дороги, быстро участвуют во всех программах, вот, и опять я могу вас отвезти к своему же партизанскому району, который каждый год делает по три детских сада, понимаете, в прошлом году сданут три детских сада, три, в этом году три, на следующий год еще три, понимаете, и это реальные вещи, то есть вот мы едем с главой, мы все это осматриваем, вот буквально я была тоже неделю, все это осматривала, все это завершается, и, скажем, в этом году уже все, окончательно вот эти три детских сада сделают. Шикарный центр детского творчества в Владимиро-Александровском, тоже такая, ну да, долго строился, да, очень сложно, но все равно я очень надеюсь, что в этом году он откроет свои двери, шикарный просто, знаете, прекрасные залы, можно даже позавидовать городу Владивостоку, вот, я очень рада, что там в партизанском районе это будет. Да, разные условия, да, в партизанском районе есть инвесторы, есть те люди, которые зашли на землю района, но по-разному же можно с ними работать. Конечно, если социально ответственные есть, конечно, да, и глава очень-очень тонко работает, очень тонко, не буду рассказывать как, но очень тонко. Легальными методами главными? Нет, конечно. А то такая интрига. Нет, методы легальные, просто всегда нужно заинтересовать человека, прийти на свою территорию, а потом уже с ним сотрудничать. Да, не идти на то, что вот ты мне, я тебе. Пожалуйста, мы рады вас видеть, мы даем вам возможность, ну а потом необходимо, конечно, что вы должны участвовать и в социальных программах, вы должны здесь платить налоги, потому что вы знаете, что по законодательству мы можем платить налоги где угодно, да, то есть работать, например, в находке оплатить налоги предприятия, оплатить в партизанский район, то есть или наоборот, то есть над этим всем нужно работать. Вот. И, ну вот я думаю, конечно, что если возвращаться к моим трем разным муниципальным образованиям, то они настолько разные, настолько разные проблемы, настолько на разной стадии они, развитие, понимаете, что это тоже очень интересно. То есть ты побыл и в этом, ты знаешь, как развивается кризисная ситуация, ты знаешь, когда уже выходят из кризиса, и ты знаешь, когда уже находится следующее муниципальное образование, которое находится в стадии развития. А вот туда уже пришли в поселение там и свинокомплексы там корейские, и там, ну, много чего происходит. Вот все-таки это, наверное, один из районов Приморского края, где работают только наши российские предприниматели в сельском хозяйстве. Потому что если взять приграничные территории, то там уже много отдано в аренду китайцам и так далее. Вот эти земли там на паи, рисовые и так далее. Очень много. То здесь мы обходимся своими силами. И это хозяйство, которое возглавляют молодые люди. Это очень интересно. Проходят всякие конкурсы трактористов, проходит подведение итогов сельскохозяйственных. Это все, что у нас было. И люди просто этим пользуются и прекрасно себя чувствуют. И они рады друг другу. В любую сферу, куда ни приди. Приди в детские сады, тебя встречают с улыбкой. Приди в школы, все дети здороваются. Они тебя не знают, они просто бегают и здороваются. Понимаете? Рядом партизанск. Этого нет. Другая ситуация. Другая ситуация. Да, и такие же учителя. И все. Это очень важно. Атмосфера в городе. Это очень важно. Если мы хотим сказать, что все идеально, конечно, не идеально. Конечно, люди хотят еще более быстрого развития, изменений более быстрых. Но ничего просто так не бывает. Поэтому каждый из глав должен работать с людьми и рассказывать, что он собирается сделать в начале года и что он сделал. И это глава партизанского района сделает в каждом селе. То есть он приезжает, рассказывает, что удалось, что не удалось, почему не удалось и когда удастся. То есть должен быть диалог. Абсолютно. Даже здесь кто-либо учил. И люди это понимают. Когда у людей нет информации, то они верят любой информации, которая пишется в газете. То есть здесь пятая власть, она очень хорошо включается и льет на мельницу, конечно, когда ничего не делается. Поэтому вот, да, очень жаль, но партизанск на сегодняшний день находится вот именно в той стадии, которую прошел Фокина. Уже вышел из нее. Виктория Викторовна, так вот, как раз, может быть, вам стоило бы исполнительного. У вас, тем более, в семье, в принципе, это уже было. То есть Владимир Викторович, он был законодательным собранием, потом стал главой города Владивостока. То есть о законодательной власти в исполнительном. Может быть, вы рассматриваете такую же возможность? Зайти на партизанск? Ну, возможно, вполне. Вы знаете, я считаю, что есть четыре звена власти. Губернатор, депутат законодательного собрания, глава и председатель Думы. И все эти стадии очень важны. Выпадает одна, и пропадает вот эта связь. Почему я так говорю? Ну, наверняка вы знаете, что с предыдущим губернатором у нас были, ну, скажем так, непростые взаимоотношения. Они были рабочие, вот, ну, скажем так, непростые. Вот. И сейчас ситуация абсолютно поменялась. И вот когда были с прошлым губернатором у нас такие отношения, по большому счету, вот, главу одобрял и ставил он. Я выдвигала другую кандидатуру на главу, и я, честно говоря, ну, не знаю, может быть, кто смог бы в пику поставить своего главу. Вот. Я его вела. Я... И мы набрали практически за неделю до конца голосования, да, или, скажем, до вот выборов 40% голосов избирателей. Это предварительно. Да, мы бы победили, но нас сняли. Угу. Вот. Административный ресурс. Да. То есть я не хочу обсуждать никаких вещей. И самое интересное, что за свои 8 лет я два раза участвовала в выборах главы города Партизанска. И два раза я выставляла свою кандидатуру. Ну, скажем так, поддерживала других людей. И два раза их снимали, понимаете? Вот здесь очень важно, что если человек отвечает за территорию, он должен отвечать за нее, да, и прислушиваться должны, кого мы выбираем, с кем комфортно работать. Да, я работала, но и с этим главой, то есть ничего личного. Вот у меня такого нет, да. Я человек выбрали, народ выбрал главу, народ выбрал меня, будем работать. Вот. Но вот почему-то с другой стороны достаточно осторожное отношение, вот. И поэтому, когда нет связи, а связь это очень важно, потому что ты находишься в Партизанске, я нахожусь в Владивостоке, и я нахожусь очень близко к департаментам, к тому руководству, который, ну, может решить вопрос по тем же дорогам, по тем же... не потому что мне дать, а кому-то не дать, но я могу откорректировать документацию, я могу быстро это все сделать, уложиться в сроки. Если ко мне обращается глава, то я могу сделать многое, я могу помочь, сделать так, чтобы все, что запланировано, оно будет сделано. Если нет этого контакта, то, ну, вот как бы, то и нет, то и проваливаешься в каких-то программах, то и денег тебе не дают. Вот эта связь очень важна. Поэтому я считаю, что на сегодняшний день, вот я на своем месте, потому что, ну, я сумела наладить все-таки взаимоотношения и с районом, и с Фокина, и вообще я на этом уровне очень знаю много людей, люди мне доверяют, я могу с ними общаться напрямую, и заменив, наверное, меня, вот на этом посту, партизан, наверное, все-таки тоже многое потеряет. С моей точки зрения, нужно выбрать главу, который бы не занимался политикой, а занимался хозяйственной деятельностью. Это в идеале. Это в идеале. И очень хочется, да, чтобы человек, который пришел, он просто занялся людьми, занялся, ну, не знаю, дворами, мусорками, транспортом, проблем очень много, но они решаемые, им просто нужно заниматься. Это первое. И второе, мне все-таки кажется, что в партизанск должен зайти человек со стороны. Уж очень большая клановость, уж очень много родственников, все друг друга знают, все там, ну, 40 тысяч населения и оно разбросано по селам, то есть сел много, вот, то есть все все знают. И любого, кого не выдвигают, сегодня мы думаем так, ну, вот, кто? Оценивать. Каждый имеет уже какую-то отрицаловку, недоверие людей, потому что уже каждого полили. Опять же, постарались наши коммунисты. Вот. Ну, хорошо, что хоть не в буквальном смысле полили. Ну, не в буквальном, слава богу, до этого не дошло. Вот. Поэтому, вот, я думаю, что очень важно понимание губернатора, поддержка губернатора сегодня очень важна. Очень важно, чтобы был понятный депутат законодательного собрания и работающий для территории. Вот. Потому что три территории, можно работать и на Фокино, или там на район, с которым очень комфортно. Понимаете? Вот. И не заходить на секретаря Единой России, потому что, ну, не секрет, что сегодня не в фаворе, да? И все говорят, вы что, решили свою политическую карьеру загубить? На самом деле, я еще раз повторюсь, что человек не должен отступать от каких-то своих принципов. и где бы я ни была, я буду работать и прыгать, скакать там из одной партии в другую, я считаю для себя недопустимым. И, скажем, Единая Россия в Москве, она иная, чем Единая Россия в партизанске. От чего? От того, что люди другие. У нас будет партия такая, какие мы. Если мы будем работать на раздел, на воровство, на что-то, ну, на такие непонятные вещи, то, конечно, люди к нам так и будут относиться. А на вас, сколько примерно таких людей, процент примерно, который придется подчистить? И когда собираетесь сделать? До съезда, после съезда? В Москве вот вы к себе будешь съесть? Подчистили? Да. Вы знаете, ну, это не очень, как бы, хорошее слово. Вот. На самом деле, сегодня просто той Единой России, в партизанские, утрачено доверие. Это не потому, что люди плохие, да, они хотели работать, они понимали, что будем, но вот это во главе, вот с моей точки зрения, стояли, может быть, не совсем порядочные люди, вот, которые пришли сюда по каким-то своим корыстным, я думаю, целям. Не все, но отдельные люди. А по ним судят, судили о всей Единой России. Поэтому чистка с точки зрения, во-первых, это будет, люди, может быть, сами разуверились, никто их силком оставлять не будет. Может, они просто напишут заявление, что мы не хотим сегодня работать. Посмотреть, кто хочет, подтянуть, может быть, молодежь, кто хочет действительно заниматься. потому что, ну, в любом случае у нас будут свои программы. Сегодня мы, вот, с сентября у нас начинает действовать программа санаторно-курортного лечения. Мы делаем, ну, путевки бесплатные в партизанский, в партизанском районе, каждой школе, каждому детскому саду и учреждениям здравоохранения, там, с зависимостью от численности по одной путевке или там здравоохранение, если много численности, по две, по три путевки. Это программа бесплатного оздоровления наших бюджетников. И мы это идем на это, чтобы их поддержать, чтобы, ну, сказать, что есть санаторно-курортное лечение, и мы готовы. Это от партии, получается? Почему от партии? Нет, это Владимир Викторович делает, и я делаю, то есть я делаю на своих территориях, вот, в каждую школу и в каждый детский сад, вот, и учреждения здравоохранения. А Владимир Викторович, он делает на всей территории Приморского края, ну, там, я не знаю, по 10 путевок, по-моему, за учебный год, вот, там, с рейс, находку, вот, я думаю, что наших бюджетников надо поддерживать, и он принял такое решение, вот, выбрать эту форму. Я, естественно, ну, своих, потому что мои, конечно, я делать буду в каждую, вот, школу, вот. Ну, это одна из программ. На самом деле, нужно расширять программы и по детским дворикам, вот, как это началось, Владимира Викторовича. Ну, сейчас, было же, активно разбираться. Да, и партизанские у меня тоже построены, мной, детские дворики, но я думаю, что это тоже надо расширять и дальше делать, стараться и партизанские, и в районе, все это делать и продолжать, и потому что, ну, люди это хотят, им нравятся эти программы, и им хочется, чтобы дети видели что-то яркое, запоминающееся в детстве. Вот. Ну, тоже будем делать. И другие, иные программы. Компьютерной грамотности мы сейчас хотим сделать, программу от Единой России, тоже подтянуть молодежь, обучение нашего пожилого поколения компьютерной грамотности. Это очень важно. Это важно, потому что мы же переходим на различные услуги. Все бусы. Да. И вот они смогут посмотреть, вас и меня, в том числе, может быть. Очень надеются, что в партизанские это будет. Вот. И иные различные формы работы. Это все необходимо делать. Нужно какие-то проводить информационные встречи. И все бунты, они возникают от того, что очень мало информации. Вот когда с людьми встречаемся, в любой аудитории, два часа встречаемся, вот я встречаюсь, и я через два часа вижу, как меняются лица людей, как меняются глаза людей. Потому что им ответили, почему это так, а почему это не так. Что происходит в крае, что перед ним стоит нормальный человек, который старается им помочь, старается им разъяснить, что нет никаких вот, знаете, звезд таких нигде. Вот. Что это обычный человек, и я всегда говорю, депутат избран вами. Поэтому, как это ни пафосно, но я иду в народ легко, открыто, и даже если, ну, какие-то есть сложные вопросы, я стараюсь на них, на всех отвечать. На любые вопросы. Конечно, отталкивать человека ни в коем случае. Однозначно. Однозначно. Виктория Викторовна, у нас буквально осталось не так уж много времени, не может подсказывать наш оператор, несколько вопросов именно по ситуации в законодательном собрании, о политике. Если раньше, допустим, в принципе, в прошлом созыве были и коммунисты, были и единорусцы, то есть, ну, Единая Россия занимала прям абсолютное большинство. Сейчас, получается, есть четыре полноценных фракции, то есть, есть настоящая фракционная работа. Скажите, пожалуйста, вот внутри фракции Единой России, ну, просто буквально вчера на заседание мы видели, что практически, тем более, сменилися руководитель фракции, стопроцентная почти посещаемость, то есть, дисциплина, голосование тоже, в принципе, очень даже дисциплинированное. Но, в рамках фракции, каким образом идет работа? То есть, есть ли это обсуждение? Или все вот на фракции также вот поднимают просто руку и говорят, мы готовы, да? Ну, хороший вопрос. На самом деле, вот вчера было законодательное собрание, сколько оно было? Наверное, часов шесть, да? Вот практически столько мы до законодательного собрания за день бунтовали на фракции. И был и наш дом Приморья, и где-то часа два только они отвечали, вот эти вопросы по гостиницам, почему это, откуда вот взялась такая сумма, эти полтора миллиарда. Вот. И по всем другим вопросам. Поверьте, что сегодня единороссы в законодательном собрании очень грамотные люди. И у них есть тревога за то, что происходит. И им тоже очень хочется знать ответы. Потому что они приезжают на свои территории. Я не знаю, но вот кого я знаю из тех, кто, ну, более близко там общаюсь, да, это все заряженные люди, и все идут на своих территориях, выходят открыто и объясняют, что происходит. И иногда мы вынуждены принимать, наверное, непопулярные решения. Но это решения те, когда можно много дискутировать, но делать надо. Деваться некуда. Вот. И очень хорошо, что мы все в конечном итоге там поругавшись, подравшись, ну, не дрались, конечно, условно. Тем не менее, очень жарко, я понимаю. Условно, да. Позадавав вопросы, мы, в общем, понимаем, что здесь есть и не просто наша задача, не всегда, а есть и государственная задача, как вот федеральные какие-то задачи, да, которые мы не можем проходить стороной. Есть указы президента, которые мы обязаны выполнять и финансово подкреплять. Есть ситуация, например, с этими гостиницами, что изначально, как это все начиналось, мы же забываем о начале, да, как нас вот в это во все ввели, да, что изначально же бы это было семь с половиной миллиардов денег федеральных. То есть это не краевые деньги, а когда край отказывался от таких сумм. И, конечно, конечно, депутаты в то время и губернатор в то время принял решение, конечно, мы строим и будем и все. Но потом задумка переросла в две гостиницы, потом оказалась смена власти, смена в акционерном обществе тоже. И вот это вот все как снежный ком и вот эти гарантии, не деньги, а гарантии, которые сегодня они у нас попросили, действительно нужно было делать. как мы там не ругались, как мы говорили, что этого делать нельзя, и мы подняли все, как шли деньги, куда, какие сегодня банки у нас выдают кредиты. то есть этого не было на законодательном собрании, но это было на фракции, нам объяснили все досконально и нас заверили, что это последняя наша гарантия по этим гостиницам. И другие вопросы. То есть, я считаю, что это правильно, потому что мы не всегда должны показывать нашу работу, а наша работа должна быть уже видна, очень быстро проходить на самом законодательном собрании. И понятно, что вот все те вопросы, которые, например, задавали коммунисты, они даже были заданы в меньшей степени, чем мы задавали на фракции от Единой России. Вот. Есть партийная дисциплина, но практически по всем вопросам у нас было консолидированное решение, но были такие вопросы, когда мы принимали решение голосовать не солидарно, а голосует так, как хочет депутат. То есть, были такие вопросы на вот этой сессии. Например, то есть, какие принципиальные были в этом плане вопросы? Ну, там было два вопроса, по-моему, по... Вот сложно мне сейчас сказать. Наверное, по комитетам разделение полномочий, нет? Нет, не по комитетам. Потому что там тоже было голосование такое довольно-таки разрозненное, когда социальный комитет предложил ему вернуть финансовые полномочия по здравоохранению. Нет, нет, этот вопрос вообще, честно говоря, не выносился на фракцию. Да. На фракцию выносится несколько вопросов. не обсуждается все. Вот. Остальные депутаты, ну, принимают решения самостоятельно, как они видят сами этот вопрос. Есть такие сложные решения, такие как бюджет, например, да, или там вот вот этот транш, да, который выделяется, вот, или там вопрос вопрос по земле, да, семьям с двумя детьми. Кстати, он такую достаточно дискуссию у депутатов вызвал, вот, стоит ли сейчас вводить этот закон, потому что еще не разданы земли всем семьям, которых трое детей, вот, но прислушались к мнению губернатора и, честно говоря, я считаю тоже, что это правильное мнение, что раньше начнем, раньше выстроятся очереди, раньше будет понимание, сколько нам нужно такой земли, раньше задачам глав, главы задачат своих подчиненных, что это есть, и это уже закон, и нужно по нему работать, вот, хотя не просто это все, не просто. Потому что землю это тоже землю в аренде. однозначно, но я думаю, что все население это восприняло очень хорошо, через эти законы большинство населения Приморского края может взять себе кусок земли, вот, кто хочет заниматься, кто не хочет, конечно, заниматься, может перепродать, и это финансовое тоже подкрепление семей, мы это должны понимать. Ну, в всяком случае, начать строительство нужно. Мы всегда говорили о том, что мы хотим землю, вот, пожалуйста, но есть, я считаю, что, ну, семей с двумя детьми достаточно много, и, конечно, нам бы хотелось, чтобы у нас рожали наши милые дамы, вот, и мы бы их как-то поощряли, и это очень хорошо, я считаю, вот. Другой вопрос, нужно сегодня постараться это перевести в плюсы, а не в минусы, чтобы не было отрицательного вот этого в очередях и, ну, как бы, с выделением какой-то не той земли. Вот, я могу сказать, что у меня, например, в партизанском районе выделяется земля до сих пор для трех детей и очень постепенно, и я считаю, это очень правильно, потому что те, ну, вот, жители партизанского района, которые не хотят брать в каком-то в одной, ну, в селе, где есть земля, они ждут, они ждут, пока не, там, не расчертят, не сделают кадастровые какие-то там паспорта, вот, и не подведут, чтобы это все передать. Много вопросов, коммуникации, инфраструктура, конечно, много вопросов, но получение земли, мне кажется, это положительно. Ну, так, конечно, прекрасно, в таком случае, да, действительно, женщины начнут рожать детей, будет где жить, очень бы хотелось, чтобы это способствовало этому. Как говорит Владимир Владимирович, мультипликационный эффект, в целом, да, по поводу бюджета, такой очень важный вопрос, сейчас эксперты говорят о том, что регионы находятся, экономика регионов вводится в стагнации, и, в принципе, мы к этому идем, каким-то кризисным ситуациям. В принципе, на примере бюджета Приморского края уже есть некоторое подтверждение, доходы снизились несколько, то есть мы сейчас не добираем по доходам. Что в данной ситуации, как себя вести, и какие ваши ожидания от бюджета следующего года? Это, наверное, завершающий такой вопрос, именно по экономической ситуации. Как себя вести? Работать над доходами. Если они снижаются, значит, над ними плохо работают. это, конечно, в этой, да, в этой высказывании есть доля правды, доля, скажем так, очень сложно, конечно, над доходами работать, их учитывать. Вот, конечно, нужно работать, правильно делает губернатор. Он делает что? Он работает, старается работать с инвесторами и семимильными шагами. Прекрасный форум инвестиционный, который прошел. Я на этом форуме почувствовала запах конкуренции, запах, что на нас повернулись и все азиаты, то есть и японцы, и корейцы, и китайцы, то есть они говорят о чем? Они говорят, что нет инфраструктуры, мы хотим, давайте, и даже мы готовы помочь вам сделать эту инфраструктуру. Вот, я такого ощущения соперничества друг с другом азиатов раньше не ощущала. Губернатор был прекрасный доклад. Они увидели делового, ну, человека, который действительно настроен на то, чтобы менять ситуацию в Приморье. Это единственный сегодня регион из дальневосточных, который вот так ставит вопрос, что мы знаем, чего хотим, мы хотим вас здесь видеть, и мы готовы сделать так, чтобы вы к нам пришли. пока это, конечно, такая готовность. Для этого необходимо очень много работы всех департаментов исполнительной власти и, конечно, города Владивостока. То есть, насколько сможет сработать аппарат Владивостока, мэр города Владивостока, это очень важно, вот, потому что это все взаимосвязано, бюджет города, бюджет края, и, конечно, все хотят прийти сюда, сначала во Владивосток. Да, вот, и, ну, есть и многие другие проекты, и на Хасане, там, и в Находке, и так далее, то есть, есть много направлений, но я даже увидела, что мы вот очень долго говорим о игровой зоне, да, вот, и было продекларировано, что два крупных инвестора уже подписали договора, это на курортно-развлекательный центр, что это такое, это вот, ну, всякие бассейны, там, рестораны, я не знаю, ну, это такой игровой, скажем, комплекс, где, в принципе, он для, не только для, не игровой в плане играть у рулетки, да, а игровой, куда может приехать семья с детьми, отдохнуть, да, и всем найдется занятие и дело, и инвестор, который, ну, строит, вот, игровые какие-то, вот, занимается игорным бизнесом, да, игорным бизнесом, вот, и мы все понимаем, что это очень важно для нас, но привлечь мы хотим тех же азиатов, но только на нашей земле, для этого делается аэропорт и все остальное, вот, поэтому, раз эти люди уже подписали договора, контракты, я надеюсь, что через там три-пять лет мы уже не узнаем это место, и это будет настоящий европей, азиат, они будут сами строить, они сделают это так, как это они делают, ну, там, в Гонконге, или Макао, да, да, кстати, из Макао, один из игроков рынка бизнеса, вот, то есть это очень интересно на самом деле, потому что это очень большие доходы для нас от того, что, от аренды, понимаете, а играть будут, как правило, азиаты, прилетать сюда, жить здесь, смотреть, а здесь мы можем подключиться, как, опять же, мультипликаторы, да, это туризм, это гостиничный, ресторанный бизнес, и вот это нужно развивать, и мы можем развить сами, это очень важно, вот, я в этом смысле очень такой заряженный человек, мне очень интересно, оптимист, мне очень интересно, когда я вижу, начинается развитие, и я за любое развитие, вот, и, конечно, если вернуться к партизанскому, то мне бы очень хотелось, вот, людей вывести, показать, что, ну, немножко надо уже переступать, нужно жить в будущем, вот, и я буду это делать, я буду и детей вывозить в театр оперы и балета, и на мосты мы это уже делаем, вот, и в партизанск возить, и делать балы различные, то есть там очень интересные дети, очень интересные, вот, ну, вот атмосфера, конечно, атмосферу надо менять. Самое главное, мне кажется, давать людям еще и надежду, светлую. Однозначно, мы все живем надеждой, мы все хотим, чтобы вот, было лучше и лучше, и, если эта надежда у нас, если мы внутри заряжены так, что будет все хорошо, независимо, что в окружении, оно будет действительно все хорошо. Отлично, Виктория Иклановна. Надо верить в это, вот, я верю всегда, и все хорошо, так и случается. Вот на этой очень оптимистичной ноте, к сожалению, мы уже завершим. Приглашайте еще. Да, спасибо вам большое, что вы к нам пришли, будем рады видеть еще раз. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok